Первым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, в зависимости от роли каждого, обвиняемых в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе убийстве. По версии следствия, в период с 25 по 27 сентября 2022 года обвиняемые, находясь в городе Осташкове, распивали алкогольные напитки. Испытывающие материальные трудности и желающие уехать в город Мурманск, они решили совершить разбойное нападение на водителя такси и завладеть его автомобилем, а также имуществом. 27 сентября прошлого года, спланировав преступление, подготовив орудие и средства его совершения, под надуманным предлогом злоумышленники попросили таксиста, который приехал на вызов выйти из салона автомобиля, после чего один из фигурантов, применяя деревянную биту, нанес ею не менее 12 ударов в область головы потерпевшего. Смерть мужчины наступила в больнице. Фигуранты завладели личными вещами потерпевшего на общую сумму свыше 420 тысяч рублей, затем сели в машину, но вскоре, не справившись с управлением, попали в аварию. Пересели в другой автомобиль с незапертой дверью и ключом в замке зажигания и поехали в сторону Вышнего Волочка, но преступников спугнули сотрудники правопорядка. Со зверски убитым 26-летним Евгением Шубиным Осташков прощался 29 сентября прошлого года. Это вопиющий случай, можно так сказать. Для нашего города не часто, не часто, не характерно. Евгений работал таксистом. В тот вечер получил заказ к дому по улице Гагарина. Это был его последний вызов. Именно здесь, на улице Гагарина, около двух часов ночи был обнаружен смертельно раненый таксист. И именно в этом доме, который находится за моей спиной, нашли себе временное пристанище преступники. События той кровавой ночи разворачивались стремительно. В начале первого ночи дежурному Осташковского отдела полиции поступило сообщение из местной ЦРБ. К ним поступил 20-летний житель Вышнего Волочка с серьёзными травмами. Возможно, попал в ДТП. Авария действительно произошла. Недалеко от больницы. Рено Логан на скорости въехал в заросли возле местной трёхэтажки. Выехавшая на место следственная оперативная группа быстро установила. Машина принадлежит жителю Осташкова Шубину. Но где сам Шубин? В разбитой иномарке никого не было. Вскоре в полицию поступает ещё одно сообщение. На улице Гагарина лежит истекающий кровью человек. К этому времени полицейские установили. Шубина вызвали на эту улицу. И возле этого дома нашли самого таксиста. Цепочка преступных событий полицейскими устанавливалась стремительно. Нашли свидетелей. Знали возможных подозреваемых. Ранним утром дежурному РОВД поступает ещё одно сообщение об угоне автомобиля. Именно на этой отечественной легковушке, бросив покорёженное в ДТП такси, преступники отправились в Вышний Волочок, где и были задержаны. Вернее, один из них – ранее неоднократно судимый 24-летний мужчина. Его 20-летний подельник по-прежнему находился в больнице. Но установление личности злоумышленников и их задержание у правоохранительной ушло несколько часов. 30 сентября задержанным предъявлено обвинение. Следователь Осташковского межрайонного следственного отдела вышел в Осташковский межрайонный суд с ходатайством об избрании меры пресечения обвиняемым в виде заключения под стражу. Утром 29 сентября тогда ещё подозреваемых конвойная служба доставила в суд. Вот что они сказали о содеянном патрульной службе. Вам жалко этого парня? Я его не хотели убивать. А что хотели? Просто оглушить. Так долго били? Два или три удара всего. Вы были пьяны? Наполовину, да. Чуть позже в зале суда этот дважды судимый человек стал всё валить на подельника. Меня вызывал такси. Идея была не моя. А чья? Подельник. Со своим 20-летним подельником Максим знаком пару лет. Что их объединяло? Общие интересы. Частенько гуляли в одной компании. Вот он, второй подозреваемый, с разбитым после аварии лицом. 20 лет судимый. За что вы убили человека? Я не убивал. А что же вы сделали? Я ещё раз говорю, я не убивал человека. Ну если этот человек скончался после встречи с вами? Я не виноват ни в чём. А кто виноват? Гурбин. Это кто? Ваш подельник? Да. Он вызвал такси. И он бил? Да. Я в это время за пакетами шёл. Со двора вышел, увидел, как он уже бьёт человека. Что вы сделали тогда? Пакет в багажник. Погрузил, ещё раз побежал только за его девушкой. Потом мы вместе сели только вдвоём в машину. В это время Гурбин сел в машину и показал, что у него деньги есть. Мы поехали на машину, перевернули её налево. И он, не доезжая 50-100 километров, но метров, то есть выкинул телефон таксиста и всё. А таксист в это время уже умирал на земле, да? Да. Вы что-то сказали ему относительно судьбы избитого им человека? Я ни слова ничего не сказал. Вы давно знаете своего подельника? Года два-три. Вы скажите ранее судима? В 21-м году. За что? Групповой разбой. Подельник, узнав, что сообщник его сдаёт, сослался на то, что плохо помнит случившееся на улице Гагарина. Но о том, что не собирался убивать таксиста, повторял с завидным постоянством. Хотел оглушить, вырубить. А как быть с тем, что Евгения Шубина нашли с проломленной головой, от жестокого избиения битами? По нашим данным, молодчикам было всё равно, на кого нападать. Главное – завладеть машиной. Но вы бы любую машину угнали. Вам всё равно было? Мне, может, просто нужна была машина. А каким способом? Это не важно. Нужна была машина. И деньги, да? Нет, деньги нужны. А по нашим данным, деньги нападавшим были очень нужны. И чтобы поиметь их, они планировали совершить в Осташкове ряд преступлений. С награбленным домой возвращаться не собирались. Хотели уехать в другой регион, к друзьям. Жить на широкую ногу. Страшно представить, каких бед наделала бы эта кровавая парочка. Не задержи их по горячим следам сотрудники правопорядка. Что человеческого осталось в этих душах? У вас у самого есть дети? Да. Сколько? Одна дочь. И сейчас родится ещё. Мама, отчим, сестра, брат. Вы им что-нибудь хотите сказать? Я маме пообещаю, что когда я выйду, полностью изменюсь. Устроюсь на работу и больше такого не повторится. Пока суд решал судьбу этих молодчиков, Евгения Шубина предавали земле. Ну, неплохой был человек, как бы работал, таксовал. Вот о чём могу сказать. Особо нигде не выделялся. Простой, обычный человек. Ну, это вообще беспределом можно назвать, да? Это беспредел, да. Это очень страшно на самом деле. Когда дети ходят по улицам наши. Это очень страшно. В тот роковой вечер пьяной ГОП-компании было всё равно, кого убивать. Под руку попался Евгений. У него осталась трёхлетняя дочь. Что можете сказать родственникам и маленькой дочери убитого? Мне нечего сказать. Просто раскаиваюсь своим задением и готов понести наказание в полном объёме. Я перед ним очень сильно виноват. Теперь вину обвиняемых будет определять суд. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Обвинительное заключение утверждено прокурором. Ждём вердикта.